Ну зато с нами на прямой связи сейчас по видеотелефону из Киева Михаил Волонец, председатель независимого профсоюза горняков Украины. Михаил Яковлевич, здравствуйте, благодарю вас за участие. Скажите, работа на предприятиях Донецкой Народной Республики не остановлена? Собственно, вы поставляете продукцию даже в условиях войны сейчас? Во-первых, я не являюсь политиком как президент Порошенко, поэтому буду говорить все как есть, без всяких приукрасок. Очень сложная ситуация в Донбассе, и здесь боевики ставят задачу остановить работу шахт. Шахты в Украине самые тяжелые, самые сложные в мире. И в субботу, прошедшую субботу, люди в масках с автоматами пришли на шахту имени Скачицкого, захватили 320 кг взрывчатки, электродетонаторы, взяли в плен генерального директора объединения господина Потапенко, надели ему наручники, бросили в УАЗик лицом на пол. И, естественно, дестабилизирует работу предприятия. Перед этим такой же налет был на другие шахты, в частности, и на шахту Скачинского, где остановили работу шахты и подбили шахтеров выйти на площадь. Это был разовый такой случай. Независимо от своего суббота, который я возглавляю, принимают все меры для того, чтобы шахтеры продолжали работу. В большинстве случаев украинские горняки и шахтеры Донбасса не поддерживают действия сепаратистов, их игнорируют, но во многом именно Россия привносит дестабилизацию на востоке страны. Если бы не было разрушающих действий России, дестабилизирующих, можно было бы спокойно справиться с этой ситуацией. Большинство населения не поддерживает действия сепаратистов. Николай Иванович, о каких дестабилизирующих факторах российских вы говорите? И по поводу шахтеров Донбасса. Неделю назад, насколько я знаю, показывались эти кадры везде, что шахтеры Донбасса выступили против антитеррористической операции, выступили как раз за отвод украинских войск от границ Донецкой и Луганской областей. Есть разные мнения. Я тоже придерживаюсь той позиции, что должен быть задействован комплекс мер. Как и силовые действия, так и переговорный процесс. Переговорный процесс должен ставиться во главу угла. Потому что в случае боевых действий пострадают металлургические комбинаты, пострадают шахты. В случае их остановки невозможно будет восстановить. Та же шахта Скачинского, о которой я говорил, добыча ведется на глубине 1500 метров. Проводятся горные выработки в режиме сотрясательного взрывания. И когда забрали взрывчатку, ясно, что шахта дальше работать не может, но на этой шахте добывается уголь мировых стандартов. Его с руками и ногами забирают предприятия в Украине. Ну, как слышите? Михаил Яковлевич. Да-да. Да. А что касается каких-то дестабилизирующих факторов, да, позвольте, я закончу свою мысль. ...с территории России и сепаратистов внутри страны. Оголено 160 километров границы в Луганской области. Сейчас граница открыта, оттуда проходят целые, так скажем... Ну, вы их видели, Михалыч, ну вы их видели сами. Ну, вы сейчас транслируете просто мнение украинского телевидения. Зачем? ...здание пенсионного фонда... Вы говорите, что это одно, что это есть разные мнения, но ваше мнение тоже одно из мнений. Вы согласны со мной? Да, завезли на грузовиках с российскими номерами две машины оружия. И таких фактов, к примеру, очень много. Вы их видели лично, Михаил Яковлевич, эти две машины с оружием? Я имею возможность общаться с... Ну, где вы их видели? По украинскому телевидению? Ну, давайте говорить о том, что мы знаем конкретно. Я говорю то... Вы на прошлой неделе, когда я с вами разговаривал по поводу начала забастовки в Донецке, вы говорили, что люди половина на половину, кто за, кто против. Потом оказалось, что шахтеры Донбасса конкретно выступили против антитеррористической операции, и с дулами автоматов им в спину никто не стоял. Я не буду за то, чтобы информация у нас была все же объективной, а не вот какой-то такой оголтелой. Я прошу прощения. Извините, я вас ни в чем не обвинил. Я просто говорю о фактах, которые имеют место. И хотелось бы этого избежать. Вы не обвиняете меня конкретно, но обвиняете целую страну в том, что вы конкретно не можете доказать. Я не обвиняю россиян. Я благодарю вас, Михаил Иванович. Я благодарю вас. Я благодарю вас. Мы вас услышали. Спасибо. На прямой связи с нами из Киева был Михаил Ланец, председатель независимого профсоюза Горняков Украины. Мы идем дальше.